Доброе утро, дорогие коллеги! Поставьте, пожалуйста, плюсики, как меня слышно, как меня видно. Если вы меня вообще слышите и видите. Ага, вижу один плюсик. Уже хорошо. Замечательно. Еще раз доброе утро, приветствую всех. Для меня это дебют. Очень приятно для вас сегодня выступить. И я подготовила такую очень важную тему. Правила постановки целей. Ну, в общем, я посмотрела, все меня слышат и видят, да, замечательно. У нас сейчас 10 человек. Итак, начнем. Эта тема, вообще, постановка цели важна не только в бизнесе, но и вообще в жизни. А в бизнесе она особенно важна. Потому что есть мечты, есть желания, а есть конкретные цели. И чем они отличаются? Можно всю жизнь о чем-то мечтать. И, может быть, там пройдет 5 лет, 10 лет, и так мечта не уплотится. А можно мечту превратить в цель, конкретную, и она, в этом случае, она становится достижимой. Итак, существуют определенные правила. Я сначала вам расскажу такие общие правила, а потом с вами поделюсь конкретной такой практической фишкой, которая мне очень понравилась. Сейчас я ее активно пользуюсь, и мне она очень нравится. Поэтому будьте до конца с нами, и вы об этом знаете. Итак, начнем. Значит, первое правило – это рассчитывайте только на собственные силы. Хотя, конечно, вы скажете, у нас бизнес, у нас команда, бизнес, да, и у нас есть команда, наши ключевые партнеры, наши наставники. То есть мы как-то идем вместе к общей цели. Но, знаете, это правило, оно такое общее, может быть, где-то, да, ну, стоит командная цель, да. Но все-таки в любой цели нужно рассчитывать на собственные силы, чтобы потом не было соблазна, в случае, если что-то не получилось, на кого-то свалить вину, так скажем. Или неправильно проанализировать свои ошибки. То есть это, в общем-то, важное правило. То есть нужно отыграть свои силы. Следующее правило, оно, я считаю, самое практически важное – нужно вообще правильно формулировать цели. Потому что зачастую, да, цели, человек себе формулирует, ну, как бы, знает, какие цели, но он все-таки их не достигает. Значит, что-то ему мешает. И, оказывается, нужно правильно формулировать цели. И один из критерий, к этому нужно цели обязательно записывать. Вот я вам специально такую картинку, ну, очень приятную, правда, дяденьку нашла. Но, чтобы вы запомнили это правило, потому что оно очень важное. Потому что на самом деле, вот, существует какая-то связь. Просто в голове держать цели, да, это, получается, все-таки какие-то сумбурные мысли, да, они бегают туда-сюда. То есть мы иногда даже не можем словами сформулировать, чего мы хотим. А когда мы пишем на бумаге, нам приходится думать и правильно формулировать. То есть мы пишем, и наш мозг фиксирует, то есть наше подсознание начинает работать на достижении этих целей. Поэтому вот даже пословица, да, истинно-русская пословица, что написано пером, не вырубишь топором. Вот я с ним полностью согласна, но это вот как-то не зря люди придумали, да, это вот как бы действительно жизнь показала. И поэтому обязательно цели, так же, кстати, как и идеи, нужно записывать, может быть, этот блокнот, ежедневник, неважно. Но самое главное, чтобы это было записано на бумаге. Я думаю, что это правило все запомнило, да. Также цели нужно правильно формулировать. То есть они должны, как установка целей, формулирование этой цели предполагает позитивный заряд. Здесь нужно использовать правило аффирмации. Кто знает, что такое аффирмацию? Напишите хотя бы одним словом, как вы это слово понимаете. Тут я еще и видела, что вы меня еще слышите, видите. Ну, знакомы ты с этим словом, аффирмация? Вы, наверное, думаете, да? Знакомы, по крайней мере, да, слышали этот слов. Ну, естественно, многие его знают, слышали. То есть это установки, кстати, позитивные. Можно сказать, даже как самообнушение, да. То есть если тебе повторять аффирмацию определенную, то ты, подознание, опять же, начинает верить, и реально ты начинаешь жить так, как вот ты думаешь, да, установки. Да, Елена, спасибо. То есть это установки позитивные такие. Вот когда формулируем цели, нужно использовать вот эти аффирмации, то есть правила аффирмации. То есть нужно все в позитивном ключе. Ну, вот пример правильных целей, да. Это быть богатым, быть трезвым, быть стройным. А неправильные цели – это избежать нищеты, не пить, убавиться от лишнего веса. То есть в первом случае у нас все позитивно, да, звучит. А неправильные цели – это вот что-то не хочу. А то, как бы, чтобы правильно, вот еще помочь себе, да, нужно задать вопрос. То есть в голове обычно в своем время идет мысль, этого не хочу, того не хочу. Ну, тогда нужно спросить, это вот то, чего я не хочу, а чего же я хочу тогда вместо этого? Вот ответ на этот вопрос позволяет составить правильные формулировки. Вот у меня на слайде вы видите, да, вот правильные цели. Я хочу отдохнуть и поеду в отпуск. Ну, такие общие, конечно, здесь нужно еще конкретики добавить, но тем не менее, вот как бы формулировки, которые в позитивном ключе. Я могу и умею зарабатывать и зарабатываю много денег. И неправильные цели – мне надо отдохнуть и поехать в отпуск. То есть слово «надо», когда оно такое, что-то надо делать, да, не хочу, а надо. Чтобы отдать долг, я должен заработать много денег. Тоже что-то какая-то здесь вот, что-то нужно, должен, да, слово, гласирующие слова. То есть при формулировке цели лучше не употреблять слова, создающие сопротивление и снижающие эффективность цели. То есть такие, как «необходимо», «нужно», «следует», «должен». А лучше использовать такие слова, как «жменить», то есть слова «надо», «нахочу», «должен», «намогу», «следует», «насделаю». То есть вот такие формулировки должны быть. И давайте вот я сейчас вам еще открою слайд. Вот еще раз. А, ну и еще такой момент. Нет, немножко я перескочила, да, слайда. Нет, но тем не менее я вам озвучу две цели, а вы скажете, какая из них правильная. Первая и вторая. Первая цель, я хочу отдохнуть. Так, извините. Нет, я уже перескочила, извиняюсь. Ну, в общем-то, и еще один момент, который при постановке целей, это нужно лучше формулировать цель в терминах результата, а не процесса. То есть нужно что-то сделать, что-то, а не просто формулировка. Мне надо лучше работать, да, чтобы там улучшить свое положение финансовое, например. Вот. И такой момент, что всегда вот цель, как бы она все-таки сопряжена с каким-то действием должна быть. То есть действие и цель, они вот рядом, да. И следующее правило, это тоже очень важное правило. Разбивайте большие цели на подцели. То есть видите, да, на рисунке есть еще такое выражение, а это кто-то сказал из классиков сетевого бизнеса, не помню какой точно, но съешьте слона по кусочкам, да, огромного слона можно съесть маленькими кусочками. То есть любая цель, которая, большая цель, которая кажется, на первый взгляд, недостижимой, ее можно достигнуть, если ее разбить на маленькие цели. И даже какие-то задачи, да, разбить, то есть такой шагань идти к этой цели. Вот, например, может быть, там у кого-то цель покупка недвижимости на границе, да. И казалось бы, это вот такая цель, ой, ну не знаю, достижимая или нет, но если к ней идти планомерно и развивать ее на цель, ну, например, себе ставить цель, вот сейчас я себе ставлю зарабатывать там 3 тысячи рублей в день, а через 2 месяца я должна зарабатывать 5 тысяч рублей в день. Ну, какие-то такие, чтобы идти к этой цели по пути, да, то есть какие-то делать такие, развивать на подцели. И любая цель окажется достижимой. То есть, и знаете, часто бывает, вот люди ставят большие цели, да, ну, такие вот глобальные цели, и сами боятся этих целей, потому что, ну, реально, ну, это, наверное, все-таки, вот я поставила цель, ну, как бы все равно подсознание боится, да. Поэтому вот если вы на данный момент зарабатываете 20 тысяч рублей, да, то, конечно, цель через 2 недели зарабатывать 500 тысяч рублей – это нереально. Поэтому, конечно, нужно ставить такие цели, которые реальны, да, на сегодняшний день. Да, можно выйти на уровень 500 тысяч рублей в месяц, но нужно как-то к этому идти, да, пошагово. Я думаю, с этой целью тоже, с этим пунктом тоже все понятно. Переходим к следующему. Поэтому это обязательно конкретизация цели. То есть, часто вот цель, да, сформулирована, все правильно сформулировано, но, тем не менее, она не достигается. Почему? Оказывается, ну, даже, может быть, не то, что правильно сформулировано, она сформулирована, но, значит, чего-то не хватает, да. И причиной является то, что неконкретность. То есть, это либо отсутствие четко сформулированного конкретного результата. Ну, например, если там привести, учить такой, выучить китайский язык. А что значит выучить китайский язык? Выучить несколько слов, там, например, 80 слов, да, или научиться говорить свободно на китайском. То есть, конкретно, что, какой должен быть результат. Или, может быть, научиться читать за словарем. Или выучить все, там, сколько там, 80 тысяч иероглевов китайского языка. То есть, вот конкретно, да, какой должен быть конечный результат. Или следующий пункт конкретности – это вот отсутствие возможности измерить этот результат. Что это значит? Это, ну, например, вы хотите похудеть, сбросить лишний вес, а? И вы просто не промолируете. Я хочу сбросить вес. А какой конкретно? То есть, сколько килограмм вы хотите сбросить? Цифра, да, конкретной, что можно измерить. Или я хочу заработать денег, много денег. А сколько денег? Конкретно сумма денег. Ну, естественно, следующий пункт – отсутствие четко определенных сроков. То есть, не просто его измерить этот результат, но еще конкретно, к какому сроку я должна похудеть на, например, 5 килограмм. Там, месяц, два. То есть, сами себе, опять же, реальное тело ставите. А не просто кто-то вам сказал. То есть, вы оцениваете свои силы. То есть, возвращаясь к первому пункту, рассчитываете на собственных силы, да? И поэтому это тоже очень важное правило. Обязательно нужны конкретики. Чем больше ее, тем лучше. Даже вот я вам такой вот так бы. Ну, например, вот эти примеры. Вот как раз два варианта, да, примера. Сейчас актуально работает онлайн, да? Мы, как бы, наша команда, отзваиваем это все дело. Спасибо. Хочу полезно очень передать нашим спонсорам. И два варианта. Я хочу поднять посещаемость своего сайта до 1000 уникальных посетителей в сутки. Или следующий вариант. Я хочу поднять посещаемость своего сайта до 1000 уникальных посетителей в сутки за 3 месяца. Где, какая цель является правильной? Напишите, пожалуйста. Как вы считаете? Заодно я проверяю, как вы меня слышите. Очередной раз. Спасибо. Вы меня не слышите? Хотя бы один человек ответит, какая цель является правильной. Ответ слышен. Ну, я думаю, что понятно, да, что... Где есть строки? Спасибо, Ларина. Да. Ага. Слышно, да, меня? Хорошо. Там, где, значит, второй вариант, цель является правильной. Там, где есть строки. Спасибо большое за ответы. Ну, и переходим к следующему. Ну, как я уже сказала, больше конфетики, да. Вот здесь вы как раз видите на рисунке, то есть нужно время, количество, измеримое что-то, да, должно быть конкретно. Следующий момент, который нужно использовать при становке цели, это корректировка цели. Вы знаете, не нужно думать, что вот если я поставил цель, то все, больше ничего не делаешь, и вот все. То есть как бы нужно, несмотря ни на что, то есть не обращая внимания на никакие условия, вот идти, как вот я себе изначально поставила. На самом деле можно корректировать цели, это даже как бы является, ну, если необходимо, да, если какие-то создаются условия, могут какие-то обстоятельства возникнуть. Это не значит, что нужно отказаться от цели, но нужно как-то, ну, если там нужно, может быть, где-то срок поменять, где-то, может быть, количество, но как-то все равно есть коррективы, которые можно вносить, да, потому что косность в становке цели, она еще никого не сделала таким счастливым человеком, да, то есть, но все-таки нужно как бы не идти на поводу своих там каких-то там сладостей, да, а именно вот если вот есть такая необходимость. Нужно быть действием, жизнь меняется, и как бы мы тоже должны успевать за ней тоже меняться, да, то есть это нормально. И обязательно шестое правило – это привлекательность цели. Вот знаете, цель должна вас вдохновлять, она должна вас манить, окрылять, иначе Овченко выдвиг не стоит, да. Когда она окрыляет цель, когда это ваша именно цель, то есть не кто-то вам ее навязал, там, может быть, даже, там, форт, или там близкие, там, семье, кто-то, или еще что-то, да, а именно ваша цель, и она у вас должна вдоражить. И тогда, когда ваша цель вас вдоражит, окрыляет, у вас появляется энергия на воплощение этой цели. То есть вот ставьте именно ваши цели, которые вы, честно надо перед собой быть, да, чтобы ставить правильные цели. Думаю, с этим пунктом тоже все понятно. И следующий момент – это тоже очень важно. Можно сказать, ну, для нее тоже, да, вот все пункты важны, но это вот, там, да, обязательный пункт. Дерьте достижимость своей цели. Вот если вы его правильно сформулировали, вы его конкретно сформулировали, вы ее записали, да, все сделали как надо, как в первых предыдущих пунктах. Вы должны проникнуться в нее и закрепить ее в подсознании. То есть вы должны ее как даже зарядить такой энергией уверенности. То есть вы должны настолько в нее верить, ну, практически никаких сомнений у вас не должно быть. И это тоже, как бы, знаете, это нужно проникнуться действительно и как-то вот энергетику в нее заложить. Они просто написали правильно и все, и как бы, и просто даже делаете что-то, но в глубине души еще не совсем верите. Вот это вот неверие нужно убрать, надо прям проникнуться и верить в это. Ну, это вот общие такие цели, ой, вернее, общие правила, которые вообще относятся к постановке любых целей, не только в бизнесе, но и вообще в личной жизни, да. Но, как я уже говорила, в бизнесе постановка целей еще более важна. То есть мы не можем плыть непонятно куда, да. Обязательно должно быть направление, куда мы идем, куда мы... То есть куда конкретно наш мозг так, скажем так, функционирует, что он не может сам по себе как-то какие-то программы выполнять. То есть мы должны сначала поставить цель, потом наш мозг спрограммируется и конкретно начинать уже выполнять эти задачи, работать над этим, да, думать. И подсознание почему-то включается. Ну, здесь на этом я заканчиваю правила. Сейчас я перейду к такой фишке практической, которая, как я уже обещала, мне очень понравилась. Я была так впечатлена историей одного человека. Это молодой человек. Ну, просто мне как-то попалось, получилось, я так стала его подписчиком. И мне впечатлила его личная история. То есть это был обычный, в 2007 году, обычный молодой человек, учитель информатики в сельской школе, в подмосковье, да, который зарабатывал 14 тысяч рублей в месяц. Он жил с семьей, где маленький ребенок вот родился, с родителями в маленькой комнатке. У него была старенькая машина отцовская еще в 89-го года, там аудио какая-то, ночь, которая ломалась постоянно. Он был больше в кредитах, погряз в кредитах. И при этом он еще весил 100 с чем-то килограмм. Ну, то есть, как бы, ну, такой он образ жизни вел, видимо, что, ну, как бы, в теле, в общем, был молодой человек. И, как он говорит, то есть все это его, естественно, не устраивало. И он в какой-то момент принял решение, что надо что-то менять в жизни. И просто, ну, он начал ставить цели себе, конкретные цели. И на сегодняшний день он этих целей добился. Те, которые он себе ставил тогда. То есть, и купил себе нормальную, хорошую машину, которую хотел, да, автомобиль на марку. И построил дом своей мечты, там, 300 квадратных метров, где хотел и какой дом хотел. И зарабатывает он, я даже сумму, не озвучу, но очень приличные деньги. И, в общем-то, выплатил все свои мечты. Мне понравилась его позиция, он так, что-то, перетянутся в ключе. И, то есть, мне понравилась его фишка, которую он использует. Я хочу с вами тоже ей поделиться. Я вам сейчас открою этот слайд. Как он, как бы, достигал своей цели, да. Он просто передал свой опыт, как изучил новый книг, там, информацию на эту тему. И, как бы, выявил такую себе схему, да, как гарантированно достигать поставленных целей. Я тоже это проделала, почувствовала, реально какой-то уже эффект есть. Значит, шаг первый. Нужно выписать 100 целей. Ну, знаете, цели, опять же, бывают же глобальные, а бывают более мелкие. То есть, нужно выписать все-все-все свои цели. Ну, например, там, покупка квартиры – это крупные цели, да. А можно и мелкие. Там, например, те же, вот, например, я тебе там, создать блог, там, это тоже цель, да. Создать еще там сайт свой, еще какие-то такие вот. Это, ну, в принципе, тоже не мелкие цели, это тоже требует, да. Время, сил и энергии. Ну, любые, в общем, 100 целей. И на первом этапе, может быть, там, вы напишите 15-20, на этом остановитесь. Но ничего страшного, нужно ее, этот список продолжает, то у вас, по ходу, будут приходить эти мысли. А потом, нужно выбрать 10 реально достигаемых в течение 3 месяцев, конкретно срок. И вот это вот в течение 3 месяцев, 90 дней, кстати, у нас, не случайно, да, у нас есть Татьяна Козик, программа 90 дней. Ну, и вообще, как бы, Алексей Копан постоянно говорит конкретно, у него там тоже 100 дней, как бы, ну, приближенно. Ну, то есть, такой промежуток времени, короткий и не совсем короткий, то есть, не неделя, да, когда вот можно прям реально поработать и получить результаты. И выписываем вот эти 10 целей в Google Календарь. Я сейчас, ну, вот здесь вот, кстати, есть, вот вы видите, да, адрес, ну, то есть, как найти. Ну, можно просто в поисковике, любом Яндексе, еще где-то, просто задать в поиск Google Календарь. И вам, ну, в общем, найдете его, да. Сейчас я вам покажу слайд, как он выглядит. И вы, знаете, делаете там разбивку, то есть, тебе такой план, день 1, день 2, день 90, то есть, до 90 дней. И потом каждый день вы делаете отчет, то есть, в первом, день 0 там у нас есть, да, день 0, мы выписываем все 10 целей, и потом уже остальные дни мы ведем такой отчет. Например, цель 1, что сделал, цель 2, что сделал сегодня, цель 3 и так далее, все 10 целей. Если день, вы смотрите, да, на 90% выполнено, то есть, то, что вы должны были делать, ну, идти к этим целям, какие вы действия сделали. Замечательно, тогда вы отмечаете день зеленым цветом, то есть, работа у вас скиплит, работа идет. Если вы видите, что вы даже половину не делали, или даже, ну, 80% даже не стоили, то, в общем-то, надо быть честным с собой, да, красный день, то есть, отмечаете красный день, это халтура. Таким образом, очень наглядно видно, как вы идете к своим целям. Это вот в виде таблички, сейчас вы увидите. И, кстати, когда вот следующий слайд, я вам прям уже покажу, вот мелковат, но я думаю, все-таки можно, да, общую картину видеть, вот как он выглядит, этот Google календарь. Сейчас на видочку. И здесь, ну, в общем, вы находите Google календарь, здесь вы видите такую кнопочку «Создать». «Мои календари» здесь есть. Ну, в общем-то, там разобраться несложно, просто у меня здесь немножко такой слайд, получается очень размытое. Но вот здесь вот есть «Мои календари», нажимаете «Создать календарь», нажимаете. Следующий слайд. Вы этот календарь как-то называете. Я его назвала прям так «90 дней». Можно его назвать как «Дестигатор», как Алексей предлагает «Пинарик», то есть слово «пинать», то есть себя подкинувать. Кто как хочет. Ну, мне вот как-то вот «90 дней», я уже понимаю, да, о чем речь. И выбирайте, в чем еще фишка этого метода? Вы можете, чтобы себя подстегивать, открыть общий доступ к этому календарю. И сюда добавить каких-то тех людей, которые будут следить за вами. Что это очень мотивирует и, как сказать, подстегивает, да? То есть вы заявляете сначала о своих целях. Вот, кстати, вернуйтесь к этому слайду, который в начале. Здесь вот как раз-таки вы расписали цели, вы еще должны какой-то обозначить финал, да? Что будет, если вы выполните все цели? Может быть, вы себе праздник устроите или купите какой-то подарок. А может быть, наоборот, какое-то наказание, что-то неприятное для себя, да? Что это вот действительно должно быть вас греть. Вот подарок, либо праздник, да? Либо, наоборот, вы должны себе что-то неприятное придумать, в случае, если вы не выполните. И как-то вы тоже должны, вас это должно стимулировать, да? И вот еще здесь есть такой пункт, рассказать о целях, ну, усиление такое, да? Вот шаги, а есть усиление, рассказать о целях всем друзьям и родственникам в реале. А также можно это все делать в соцсетях, да? Где вы заявляете, что вы будете идти к таким-то целям. И вот как раз в этом Google-календаре вы можете открыть доступ к таким людям, которые, в общем-то, ну, может быть, ваши друзья или близкие, которые, в общем-то, будут с вами, за вами следить. И это очень... Потому что если вы не пишете отчет в какой-то день, вы можете такую условию создать. Если я не напишу отчет, ты мне пишешь об этом, я тебе там, например, 100 рублей на телефон вкладываю. Ну, то есть какие-то такие стимулирующие вещи, которые... Ну, 100 рублей – это уж так и условно, да? Кто как, на чем-то говорить. То есть какие-то условия вы создаете. Может быть, это своего рода какой-то пари, спор. Но, в общем-то, оказывается, это реально работает, вот действительно стимулирует. Дальше вот вы смотрите, вот здесь немножко не видно, но в календаре здесь вот есть дни, месяц и дни, да, конкретные. Вы выбираете, например, сегодняшний день, его обозначаете день ноль. Так все очень просто, разобраться несложно. Просто здесь немножко, как бы, мелко день ноль. Вот, например, я выбрала для показателя этого 28 июня. Весь день отмечается. Пишите календарь, отмечаете календарь 90 дней. И самое главное – это здесь описание. Цель 1, цель 2, цель и так далее. Все цели описываете, какие у вас цели. А внизу условие, что будет, если вы выполните или не выполните эти цели. Потом выбираете любой цвет, который вам нравится. Этот день у вас нейтральный такой должен быть, да. А потом уже вы дальше выбираете след... Вот день ноль, у меня цель этого получился, да. То есть обычный день, ну, где у меня вот стартовые цели. Следующий мы выбираем уже следующий день. Так, день. День, я выбираю следующий день. Уже день 1 его называю. И здесь также весь день отмечаю. Календарь выбирает 90 дней. И здесь я уже пишу, например, цель 1 – создать блок. Что сделано? Что я сегодня сделала для достижения этой цели? Какой шажочек? И так далее. Все эти цели вы расписываете. Опять же, все 10 целей. Если вы видите, что этот день у вас прошел нельзя, то есть вы выполнили до 90% всего, что вы запланировали, то вы ставите зелененькую галочку, зелененький цвет, и у вас получается день 1 зеленый. Дальше, следующий день выбираете, нажимаете день 2. А также вы его там отмечаете, что это весь день. Календарь 90 дней. И тоже здесь отмечаете цель, например, 1. Ну, в общем-то, вы прохалтерили, ничего не сделали, если у вас был выходной, в общем, вы решили отдохнуть. Ночью, что-то, да, или вообще не смогли ничего сделать. Ночью, ничего вы не сделали, отмечаете красным. И у вас этот день будет день 2 красным. И вот таким образом вы каждый день вот эти 90 дней отмечаете. Ищите обязательно отчет. То есть это самое главное, да, написать в конце дня отчет, что вы сделали. И вы потом посмотрите, вот вы же неделю проделали, например, вы уже можете проанализировать, как вы идете к этим делим. Если все зеленое, замечательно. Если больше красных, тревога, да. Если только там один день красный, еще как-то можно. Но все-таки желательно, чтобы каждый день был зеленый. Вообще в программе 90 дней вот у Татьяны Тимофеевны Козик говорит о том, что ни одного дня нельзя пропускать обязательно, чтобы быть в этом, в этой программе. И таким образом, в общем-то, видно, да, показательно. Мне это очень понравилось. Я уже начала применять. И если вам тоже это нравится, это я думаю, что актуально как-то в онлайн, когда работаешь, да, тоже можно такую фишку рассказать своим новичкам. И, в общем-то, вместе идти к этому. Это можно же и командой как-то следить, да. Может быть, там спонсор будет как-то следить им. Или наоборот. Ну, в общем, здесь вот уже дальше сами смотрите, как кому удобно. Ну, вот, в общем-то, все, что я хотела вам сегодня рассказать. Спасибо за внимание. Спасибо, что от печали, наверное, какие-то вопросы, да. Очень рада была выступить с этой темой. И, думаю, мы еще встретимся с вами. Спасибо вам большое. И надолго не уходите, потому что будет следующий вебинар в 1 часок по самарскому времени, да. По московскому здесь. Так что, покажите слайд с шагами, да, с шагами. Хорошо. Сейчас я найду этот слайд. Купочку. Продолжение следует. Продолжение следует.